В культурном центре Линда Кеви открылась выставка фоторабот учеников студии Мекс.Видео. Студия работает вот уже 11 лет, и результатом многолетней работы стали более 60 документальных, игровых и анимационных фильмов и более 100 молодежных телепередач. Выставка «Объективный мир» стала первым проектом студии Мекс.Видео, связанным с фотографией. Поскольку студийцы не были ограничены рамками одной темы, экспозиция получилась очень яркой. А мир, который увидели ребята сквозь объективы и воплотили в фотоработах, предстал перед зрителями многомерным, сложным, дающим много поводов для раздумья. Здесь моя одна работа, она называется «Кофейный этюд». Мне, конечно, больше нравятся фотографии, где люди изображены, но в этот раз не получилось. Больше всего мне, конечно, нравятся работы нашего выпускника Никиты Рождественского, потому что видно, что человек уже долго занимается и что у него есть талант. Здесь пять моих работ. Это «Привокзальные огни», «Автопортрет», «В ожидании чуда», «Салют Пикассо». Еще какая-то, я сейчас не вспомню даже. А, после дождя. Меня, в общем-то, интересует жизнь, также отношения между людьми, окружающие чудо. То есть, углядеть в простом бытовой жизни, углядеть какой-то такой момент интересный, который можно зафиксировать. Бывает так, что я просто иду, и вот я увижу какой-то такой интересный момент, и я его зафиксирую. Но бывает такое, что я хочу что-то запечатлеть, я ставлю свет и делаю так. На этой выставке представлены две мои работы. Это «Герой» и «Бесконечность». И больше всего меня волнует морская тема. Это море и корабли. То есть, вот, морская тема. С чем это связывает, интерес к морской теме? Может быть, жизнь в городе и у моря? Две работы «Скамейка» и «Красота». Меня больше всего интересуют отношения между людьми, их эмоции и портрет. На выставке у меня представлено пять работ. В основном тема этих работ – любовь. Чаще несчастная любовь, чем счастливая. Но бывает и интересная, в смысле, что счастливая любовь. Так что, такие у меня работы. И это меня интересует, это меня волнует. У меня три работы. Они очень легкие и все очень разные. Одна работа – красивая парочка в Лиссабоне, такого пожилого возраста, тоже, наверное, «Лиссабонская счастье». Другая работа – на ней изображен Марк, как раз, юное дарование с нашей студии. Называется она «Легкость бытия». Просто летняя приятная работа с одуванчиками. И третья работа – она такая немножко абстрактная, просто цветы, тоже в Лиссабонском парке. Так что две работы с путешествия, одна работа здесь, снята в Таллине. Гости, которые пришли на открытие выставки «Объективный мир», а среди них и профессионалы, и просто интересующиеся фотографии, отметили, что многие работы демонстрируют нетипичное для таких молодых людей тонкое восприятие и глубокое осмысление действительности. Мне очень понравилась выставка и очень понравилось, что в таком юном возрасте многие авторы уже имеют свое лицо, ярко выраженное. Мне очень понравились работы Никиты Рождественского, Екатерины Хитрухиной и Дениса Глазистова. И в целом мне вообще очень понравилось, что все работы разные, яркие и интересные. Приятно видеть всегда, когда молодые люди занимаются только не боевыми искусствами, но образуют и свое ум, видение. И очень здорово, что есть разные видения у столь молодых ребят и девушек. Я эту группу молодежи знаю пару лет, и среди них вышли даже трое студентов, которыми я занимаюсь сейчас уже в университете. Это очень благородное дело, чем занимаются Глазистов. И здорово, что люди растут быстро. Потому что если немножко поздно начать заниматься молодыми людьми, то многие талантливые люди могут уйти в сторону, потому что очень много разных возможностей в наше время. И поэтому, конечно, я даже сказал бы, что такие вещи, где занимаются творческой фотографией, смотрели бы на это как не только на самовыражение, но и возможность будущей профессии. Потому что фотография — это есть азбука и кино, и телевидение, и много чего еще, современное искусство вообще. Поэтому приятно, что есть такие люди, у которых глаза открылись в 15 лет, в 16.